Наша съемочная группа побывала в прошлом. Машина времени здесь ни при чем. Окунуться в жизнь предков в Чубаксарах можно в художественном музее. В эти дни там проходит выставка «Культура Сувара-Болгар». Кто такие Сувара-Болгары и какое отношение мы имеем к ним? Чем они жили и во что одевались их модницы? Чтобы узнать все это, не нужны ни толстые энциклопедии, ни всемогущий интернет. В Чубашском художественном музее прошлое можно увидеть своими глазами. У авторов выставки сложная задача в нескольких залах разместить целые тысячелетия. Загадочная страна Субарту около озера Ван. Там, по мнению специалистов, проживали древние прародители современных Чубаш. А территория более позднего государства Волжской Булгарии выходила далеко за современные границы республики. Не только Чубашская республика, а вся эта территория была нашей древней республикой, государством Волжской Булгарии. Откуда произошли наши предки, где проживали, какие имели символы и обереги? Если всю эту информацию не получается унести с выставки в голове, то есть возможность забрать ее в книге «Культура Сувара Булгар». Один из авторов, Юрий Ювеналиев, признается – факты, представленные в издании, были открытием и для него самого. Мы же говорим себе, что мы Чубаши. А после того, как мы изучили, оказывается, Чубашими нас начали называть только в 16 веке. А раньше наш народ был Сувар-Булгарами. Это вот для нас неожиданно и очень интересно было. Привязанность Ювеналиева к родине и к своему народу выражается не только в изучении истории. Все свои картины заслуженный художник Чубаши пишет только в родной деревне Асло-Яла. Некоторые свои картины пишут по всей России, путешествуют, выискивают, куда-то лазят за рубеж. А мне ничего не надо. Мне своя маленькая деревня очень нравится и вдохновляет. Впрочем, иногда за историческими открытиями и памятниками старины приходится ехать далеко за пределы Чубаши. К примеру, вот эти каменные памятники доказывают. Сувары-Булгары использовали для письменности арабскую вязь. Нам пришлось вместе с гуманитарным институтом и институтом Моржани Татарстана провести наушные экспедиции территории Чувашской республики, Татарстана, Ульяновской области и Нижнегородской области. Мы исследовали арабографические памятники, начиная с 13 века до середины 18 века. Ну а 10 апреля увидеть на выставке можно будет и настоящее сокровище. По мотивам Сувары-Булгар художник-ювелир Владислав Николаев воспроизводит женские головные уборы и украшения из чистого серебра и драгоценных камней. Вот эта система, вот эти украшения височные, только находятся в местах, где Сувары-Булгары. Города Булгар, Сувар. Как понял, что мы Сувары, у меня все открылось, особенно предки. Это мне ночью приснилось, вот связь с предками, мне они открыли, я в 4 часа проснулся, вот 15 лет думал, и тут в 4 часа проснулся, и жене я начал рассказывать, какое должно быть, вот, как должны быть вот эти украшения современные. Уже все полностью в голове, полностью чертежи все были. Выставка будет работать до 15 апреля, а пообщаться с авторами экспозиции лично можно будет 10 апреля на пресс-конференции. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.